По запросу Министерства образования в 2014 году Всемирный банк провел независимый аудит системы единого национального тестирования. Согласно международной практике, такой аудит проводится каждые 4 года. Но, несмотря на то, что ЕНТ в Казахстане был внедрен в 2004 году, такой аудит международный в стране не проводился. Для данной работы было привлечено 3 международных эксперта с 20-летним опытом работы в системе оценивания. И данный аудит основывался на оценке валидности, то есть достоверности и качества имеющейся информации, документации стандарта ЕНТ и его соответствия с принятыми в мире лучшими практиками и стандартами оценивания. По результатам проведенного аудита были сделаны следующие выводы и даны рекомендации. Первое. ЕНТ является инструментом высоких ставок в области оценивания учебных достижений учащихся. То есть результаты ЕНТ влияют на дальнейшую судьбу отдельно взятого ученика и не может быть использован для достижения двух целей. И как инструмент итоговой аттестации выпускников, и как вступительный экзамен в ВУЗы. Второе. ЕНТ в существующем формате не вполне соответствует международным стандартам валидности, то есть достоверности, и требует доработки в части разработки тестовых заданий, их экспертизе и интерпретации баллов. Администрирование ЕНТ проводится должным образом, но сама разработка теста требует усиления. Следовательно, для внедрения нового формата ЕНТ необходимо повышать потенциал работников центра тестирования и разработчиков тестов в части разработки единого стандарта ЕНТ и анализа результатов ЕНТ для принятия политических решений на национальном уровне. Уважаемый Бахатеран Абдирович и участники собрания, новый формат ЕНТ является результатом совместной работы, проведенной Всемирным банком и МОН РК. Всемирный банк готов оказать дальнейшую техническую помощь, совершенствование инструмента ЕНТ и повышение потенциала разработчиков тестов.